Привет! Как дела? Сегодня рассказ про самый древний университет Великобритании, про город Оксфорд. Оксфорд по-английски произносится Oxford, что в переводе означает валовий брод или бычий брод. Оксфорд является столицей графства Оксфордшир, который находится недалеко от Лондона, всего лишь в 50 километрах на северо-запад. Но чтобы добраться до него по автомагистралям, надо проехать около 90 километров. Добраться до Оксфорда из Лондона можно на общественном транспорте. На поезде билет в одну сторону обойдется где-то в 30 фунтов, это 3000 рублей, а на автобусе в одну сторону в районе 10 фунтов, то есть 1000 рублей. Туда и обратно, я посмотрела на сайте Megabass, можно съездить за 22 фунта, то есть за 2200 рублей. Вот такие вот цены на данный момент в 2021 году, возможно что-то изменится в следующем году, поживем, посмотрим. Ищите расценки на сайтах транспортных компаний. Оксфорд известен всем благодаря своему старейшему в Великобритании университету под названием Оксфордский университет. Это уникальное историческое учреждение, о точной дате его создания неизвестно. Однако в той или иной форме обучение в Оксфорде существовало уже в 1096 году. А с 1167 года, когда Генрих II объявил о запрете английских студентов поступать в Парижский университет, обучение стало быстро развиваться. Все ведущие рейтинги учебных заведений Великобритании, The Complete University Guide, газеты The Times, The Guardian называют этот университет лучшим в стране. Кроме того, он дал миру более 50 нобелевских лауреатов. Оксфордский университет постоянно входит в топовые позиции университетов мирового списка. И с 2016 по 2020 год он занимал первую строчку среди лучших университетов мира. В разное время здесь жили Оскар Уайлд и Льюис Кэролл, Адам Смит, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, Джонатан Свифт и многие другие. Университет состоит из 39 автономных университетских колледжей и около 150 тысяч людей проживает в этом городе, из которых около 30 тысяч студенты, а обучает их около 5 тысяч преподавателей. Оксфорд стоит на реке Темзи при впадении в нее реки Чаруэлл. Протекающий через город участок реки Темзи длиной в 10 миль принято называть Айзис. Именно на этой реке оксфордские студенты тренируются в академической гребле, чтобы принять участие в знаменитой ежегодной гонке между двумя лучшими университетами Великобритании, Оксфордом и Кембриджем. Об этом событии я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Спортсмены проходят жесточайший отбор и только лучшие из лучших становятся участниками этой гонки и после прохождения этого этапа становятся элитой Оксфордского университета. В городе царит прекрасная атмосфера. Несмотря на древнюю и серую архитектуру, город привлекает своей красотой и тысячи туристов ежегодно стремятся посетить Оксфорд. Также и мы с моими друзьями и родственниками ездили в Оксфорд несколько раз. К сожалению, какие-то файлы у меня пропали. Я нашла только свою поездку в 2012 году с моими друзьями Настей и Димой в обычный ноябрьский выходной день. Несмотря на то, что стояла холодная погода, в тот день было солнечно и как-то радостно на душе. Мы приехали в город, походили по его колледжам, где было возможно пройти в его дворики, полюбоваться, как всегда, красотой вот этих вот университетских ярдов. Мы заходили туда и любовались. Сколько могла, я сняла на видео и вот вам показываю. Продолжение следует... В солнечный день природа была шикарная. Какие-то белые мостики мы там увидели. Видимо, какой-то парк был. Люди плыли на лодочках мимо нас. Деревья в это время стояли красные и осыпались. И мы ходили по улочкам этого города. И я впитывала всю эту красоту. Города, что Оксфорд, что Кембридж, очень атмосферные. Очень рекомендую там хоть раз побывать. И я, наверное, когда в следующий раз мне удастся попасть в Лондон, обязательно съезжу в Оксфорд и посмотрю, что же там изменилось за последние 10 лет. Потом мы как-то дошли до речки. Там посмотрели, как студенты тоже на таких лодочках, как и в Кембридже, о котором я вам недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, везут туристов по реке. Там же, насколько я помню, мы купили такие, знаете, донаты, самые дешевые, которые продаются в Теско, в Сейнсбурге. Мы покушали, попили, по-моему, чай я с собой брала. И как-то немножечко посетили, отдохнули и уже направились обратно к машине ехать домой. В принципе, я уже говорила, я больше люблю Кембридж. И Оксфорд я не так сильно люблю. Может быть, я там была намного меньше, чем в Кембридже, не знаю почему. Мало что могу сказать про Оксфорд, мало где нам удалось там побывать. Но есть еще история от мамы. Она была в Оксфорде в первый свой приезд в Лондон. Мой брат ее повез туда, ну, тоже в какой-то один из выходных дней. И что она, говорит, мне запомнилось, я впервые зашла в обычный сельский такой магазин. И мне так стало приятно, что все такое красивое. И продавец, женщина, улыбалась так и говорила, чем я могу вам помочь. И она, говорит, я попросила сына купить мне, ну, хоть что-нибудь на память, потому что ей очень понравилось вот это вот доброжелательное отношение. И вот это вот иностранщина. Ну, мама вообще впервые была за границей. И, конечно же, это ее впечатлило. И она выбрала себе две небольшие такие баночки, специи какие-то она купила. И до сих пор, говорит, вот я смотрю на них и вспоминаю. Как вот мы зашли с сыном в этот магазин, и он мне купил вот такие вот две баночки. Прямо душу ей греют. И она до сих пор в восторге от Оксфорда, именно вот из-за этого магазина. Кроме того, когда они доехали до Оксфорда, они искали место для парковки. И там мужчина рядом с домом сгребал листья. Ну, так как для мамы все было в новинку, она стала его фотографировать. А брат в это время искал, ну, куда припарковаться. И вроде бы там был впереди тупик, он решил развернуться. И так получилось, что мама сделала пару кадров. Мужчина, который убирал листья, заметил это. Так встал, смотрит на них, на машину, что они тут делают. А брат в это время развернулся и уехал. Как будто бы они шпионили за этим мужчиной. И, наверное, мужчине было не по себе в последующие несколько дней. В общем, в непонятках он был. Почему его фотографируют, с какой стати, как, что и зачем. Вот мама напугала Оксфордского жителя. А потом еще брат в память о посещении этого города купил маме вот такую вот синюю кружку, где написано Оксфордский университет. По-моему, за 6 фунтов. Это была очень дорогая цена. Даже на нынешний день это очень дорого. Но сейчас вот она стоит у мамы на полочках и греет ее душу. И навевает воспоминания ее первой поездки вообще за границу и в город Оксфорд. Ну и как выглядел Оксфорд в 2012 году, я показываю вам сейчас. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok